Салют подписчикам канала, а то массивам и случайным зрителям этого видео. Сегодня я хочу рассказать вам пару слов о смартфоне OnePlus 11. Это флагманский смартфон от компании OnePlus. Самый крутой OnePlus, который сейчас есть вообще среди всех OnePlus. Короче, суть в том, что этот смартфон на руках у меня уже почти полгода. И в принципе за это время я накопил очень много плюсов и минусов этого телефона. Много обзоров было. У меня также на канале был полноценный обзор этой трубки. Кто не смотрел, заходите, смотрите. Я также ссылку оставлю в описании под этим видосом. Сразу давайте скажу наперед. Смартфон крутой. Претензий у меня в принципе к нему как таковых нет. Но в этом видео я хочу рассказать именно о минусах, с которыми столкнулся. И мне кажется эти минусы весьма объективны, учитывая стоимость телефона. Потому что за стоимость чуть более 60 тысяч рублей вы можете купить какие-то другие аппараты. Вот сейчас на Алиэкспресс этот телефон стоит 70 тысяч, 66, 73, 70. Короче, разброс цен от 60 до 80 тысяч в зависимости от комплектации, от объема встроенной памяти. Потому что есть там и версии на 16.256, есть версии на 16.512 гигабайт. У меня версия на 16.256. Это глобальная версия. Кстати, глобалка от китайской версии отличается не только тем, что китайскую версию могли в одно время заблокировать. За пределами Китая. Помните, были такие новости. И комплектация также отличается. Для глобального рынка вот всё, что вот сейчас лежит у меня на столе, это полный комплект. К сожалению, я считаю это тоже одним из минусов. Потому что, блин, ну какой-то дешманский чехол положить в коробку с телефоном за хренову тучу денег почему-то не смогли. Хотя тут материалы корпуса, стекло вот сзади, потом вот этот вот экран, водопад, который также очень хрупкий. И при падении смартфона, я думаю, ему будет не очень-то хорошо. В общем, пришлось отдельно покупать чехол. Такой я взял, самый простейший чехол. Телефон в этом чехле выглядит ещё прикольнее. Смотрите. Ну как-то так, да? То, что чехла нет в комплекте, конечно же, огромный минус, на мой взгляд. Тем не менее, на экран наклеена плёнка защитная. Поскольку у нас тут экран-водопад, мы какую-то плёнку отдельно покупать. Если будем наклеивать, может возникнуть с этим какие-то проблемы. Поэтому здорово, что на экране уже есть плёнка с завода. Ну и материалы корпуса тут достаточно крутые. Как я уже сказал, стекло с двух сторон, по бокам металл. Телефон получается такой увесистый, в руке лежит прям отлично. Он такой сбитый, тяжёлый. То есть чувствуется, что это действительно дорогое устройство. Я, как владелец Poco X3 Pro, уже несколько лет им пользуюсь. Откровенно говоря, после Poco X3 Pro, когда в руки берёшь более дорогой смартфон, не только, например, OnePlus 11, а какие-то другие флагманские модели, то, конечно, чувствуешь, что, блин, пластиковый корпус, да и вообще, в принципе, вот это тактильное ощущение от телефона всё-таки даёт понять, что ты пользуешься либо дорогим, либо дешёвым телефоном. Но это всё лирика. Давайте приступим к важным моментам. Смотрите, в этом телефоне, ну, чисто флагманская фишка, нету разъёма под наушники 3.5 Jack. Кому-то он нахрен не нужен, но мне кажется, жалко, что производители его убирают. Ну, такие вот тенденции сейчас. По дизайну, это последователь версии OnePlus 10 Pro прошлогоднего флагмана, но тут вот изменили оформление блока камеры, они сделали его более круглым. В целом, по дизайну о вкусах не спорят, но этот телефон немножко в худшую сторону отличается от предыдущей модели флагманской. Корпус имеет защиту IP64, это означает, что телефон защищён от брызг, а вот 10 Pro сертифицировали по стандарту IP68. Так что тут мы видим упрощение в сравнении с предшественником. Забыл напомнить, что сзади у нас стекло Gorilla Glass 5, а вот спереди уже не самое новое стекло Gorilla Glass Victus. Тоже для флагмана, ну, как-то не очень круто звучит. Также тут есть стереодинамики, звук, в принципе, у смартфона очень крутой. То есть в игрушки играть, фильмы смотреть на этом телефоне одно удовольствие. Экран большой, кстати, телефон ещё немножко узкий, и если с тем же Poco X3 сравнивать, то, ну, вот видите, телефон уже. Из-за этого он комфортнее лежит в руке, ну, и, соответственно, им комфортнее пользоваться. На экран сейчас смотрим, видим, тут гуляют полосы, то есть присутствует некий шим, повышаем яркость, шим пропадает. На самом деле в глаза это не бросается, это вот видно только на камеру. И тут AMOLED E4 используется экран, в других флагманах уже мы видим AMOLED E6. Опять же, минус, блин. Экран тут 6,7 дюймов, у него разрешение 3216 на 1440 пикселей, и 100% охват светового диапазона DCI-P3. По бокам есть, как сказал, небольшие такие изгибы. Выглядит это красиво, создаётся такая условная безрамочность, но иногда неудобно держать телефон в руках, то есть он может как-то выскальзывать. В чехле уже такой проблемы нет. Если мы в настройки экрана заходим, то тут мы можем поменять масштаб изображения, то есть, соответственно, разрешение экрана будет поменено. Включить HDR, экран поддерживает HDR10, и можем поменять частоту отображения до 120 Гц. В принципе, к экрану у меня нареканий вообще никаких нет, то есть телефоном пользоваться комфортно, приятно играть в игры, приятно смотреть на нём какой-то контент. Картинка выглядит естественно, ну и плотность картинки высокая, ну достаточно реально комфортно пользоваться телефоном. То есть вблизи вот так смотрим, вообще никаких пикселей тут не видно. Ну и хочу сказать, что если мы выставляем там, например, 120 Гц, то у нас это динамическая частота, и в зависимости от отображаемого контента она меняется. В большинстве случаев это работает корректно на смартфоне, но всё же не всегда. Например, если большая часть картинки у нас статична, то есть это какие-то небольшие движущиеся объекты на экране, то аппарат не может выбрать нужную герцовку, из-за этого могут появляться какие-то подлагивания. К недостаткам экрана я также хочу отнести сильный эффект ШИМ, вот вы его видели только что на видео. Ну и частота дискретизации сенсорного слоя тут весьма посредственная. Это могут ощущать любители мобильных игр, каких-то шутеров, где важна скорость реакции. Вроде бы, блин, флагман стоит вроде недёшево, но вот видите, такие минусы тут собираются. Про плюсы, повторюсь, вы можете посмотреть отдельно вот в этом ролике по рекомендации, где я делал обзор на этот смартфон полноценный. Ну и давайте, блин, тут что ли тоже про плюсы расскажу, потому что одним из жирнейших плюсов этого смартфона, я считаю камеры. Тут три модуля, они все очень крутые, нет каких-то бутафорных затычек. Основной модуль тут 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 890. Кстати, точно такой же модуль присутствует в недофлагманском смартфоне. Блин, как он там? Nord 3 5G. Вот буквально в предыдущем видео я делал обзор на этот телефончик. Очень крутой смарт. Кстати, кому нужна классная камера за вменяемые бабки, вот посмотрите обзор. Далее тут ультраширик на 48 мегапикселей, IMX 581, угол обзора 115 градусов, автофокус у него есть, что круто, и он позволяет делать еще макрофотографии. А третья камера тут с разрешением 32 мегапикселей, это IMX 709. У него двухкратный оптический зум, он предназначен для портретов. Короче, что хочу сказать, камера тут просто огонь, ребят. Я открыл канал, второй называется он не обзор, там я делаю чисто видосы про настройки смартфонов, подписывайтесь на этот канал, я ссылку на него оставлю в описании, называется не обзор. Если любите какую-то тематику настроек смартфонов, то, пожалуйста, туда. Все видосы на том канале я снимаю с помощью вот этого OnePlus 11. По фотовозможностям это просто фотофлагман, реально. Фотки отличаются реалистичной палитрой, они отлично проэкспонированы и более точны по балансу белого, в сравнении, например, с прошлогодним OnePlus 10 Pro. Также у камеры быстрый четкий автофокус, мне кажется, производителю удалось добиться хорошей постобработки снимков. Практически полностью отсутствует шум, даже в темное время суток, и радует натуральная обработка теней на дневных фотографиях. То есть фотки не кажутся плоскими какими-то. В общем, такие вот пироги. И по видео тут тоже классные возможности, потому что смарт может снимать у нас в разрешении 8К, и при этом у нас еще доступна оптическая стабилизация. Если мы ставим цифровой стаб, то, конечно, мы можем снимать только 1080p 60 кадров в секунду. Но и это, на мой взгляд, тоже круто. По производительности это просто флагман стопроцентный, ребят. Тут установлен самый крутой на сегодня процессор от Snapdragon. Это 8 Gen 2. И смотрите, у нас есть разные комплектации смартфонов. Там 8, 128, 12, 256, 16, 256, вот как у меня есть, 16, 512, самый топовый. Во всех этих версиях установлена самая быстрая оперативная память LPDDR5X. А что касается накопителя, то в конфигурации, например, со 128 ГБ используется старый накопитель UFC 3.1, а в остальных уже UFC 4.0. Так что самый доступный вариант может чуть медленнее работать. В остальном телефон, ну, блин, реально шустрый. То есть он тащит вообще все, что угодно, что сейчас доступно в Play Market. И без проблем он запустит самые любые тяжелые игры. Вы можете без проблем долго играть в смартфоне. Он не нагревается, как печь. И довольно медленно сажает батарею при высокой производительности. То есть тут установлен аккумулятор 5000 мАч. Час в играх отнимает всего 20%. 45 минут видосов через YouTube тот же. Съедает около 4%. Короче, блин, нормально он справляется с автономностью. Но что меня особенно порадовало, так это вот эта вот зарядка на 1000 Вт в комплекте. Она просто восполняет энергию за считанные секунды. То есть поставил телефон, пошел, блин, кофе попил, пришел. Все, телефон у тебя заряжен, погнал на работу. В этом плане очень, блин, подкупают эти вот быстрые зарядки. Потому что Poco X3 Pro со своей, блин, 33-х ваттной зарядкой, кажется, заряжается целую вечность. Ну и в плане программного обеспечения также у меня есть плюсы свои и свои минусы, как пользователя MIUI. Смотрите, вот касательно быстрой зарядки. Говорят, что при каждодневном использовании ее батарея изнашивается. Но установлено программное обеспечение. Это Android 13. Поверх него накатана фирменная оболочка Oxygen OS. В этой оболочке полно различных интересных настроек, среди которых есть настройка умной зарядки. То есть телефон, когда вы подключаете, например, ночью, он быструю зарядку не использует. Он медленно заряжается, щадяще относится к батарее. И, короче, у вас там телефон будет к утру 100% заряжен. Если вы днем куда-то спешите, да, там надо быстро подзарядиться, вставляете телефон на зарядку. Все, он за 15 минут заряжается спокойно до 100%. Исключается фирменный протокол SuperVOOC. И телефон у вас заряжен. То есть сразу 100W сюда фигачит в батарею. Помимо прочего, в оболочке есть еще много приколов. Но на самом деле, после MIUI, блин, она кажется немного скудной. Скудной по каким параметрам? Вот такая вот тут шторка. То есть в MIUI мы привыкли видеть двойную шторку с центром управления, с уведомлениями. То есть все выглядит как-то круто. Тут же это касается именно оболочки Oxygen OS. С этим вы столкнетесь на любых смартфонах OnePlus. Скупая вот эта шторка, ну хрен с ней с этим можно смириться. В плане кастомизации тоже не очень-то на самом деле много. То есть мы можем поменять значки, поменять их форму, поменять дизайн значков. То есть казалось бы, вроде до хрена всего. Но не хватает, опять же. Захожу в меню. Тут вообще никакой кастомизации нет. То есть сетку меню я изменить не могу. Тут у нас получается 5 в ряд. Тут у нас получается 4. Ну такой немного дисбаланс. Да, вы можете сказать, что, блин, я придираюсь, хрень это все собачья. Но тем не менее, ребят, блин, почему-то нельзя менять оформление меню приложений. То есть прозрачность добавляет. То есть это, опять же, неудобно. И это неудобно в сравнении с MIUI. Звонил кто-то гугловское, гугловские смски. Все это понятно. Есть еще один минус, который все-таки заставляет меня опять возвращаться, блин, к MIUI. Я смотрю, например, на ютубе какой-нибудь видос. И в это время хочу поиграть. Запускаю игру. Получается, звук с игры у меня перекрывает звук с видео, который работает в фоне. Я привык, что на MIUI мы можем уже отдельно регулировать громкость в различных приложениях. Нажав нотку и регулировать общую громкость мультимедиа на смартфоне и громкость отдельно запущенного приложения. В этом плане удобно. Мы как раз можем использовать два приложения, отрегулировать не громкость. Тут, блин, нельзя так сделать по умолчанию. Если кто знает, может как-то можно сделать, хрен знает, каким-то сторонним приложением. Напишите об этом в комментариях. Блин, вот это, конечно, добивает. Такие простые вещи, казалось бы, да, но в этом смартфоне отсутствует. Помимо прочего, напоминаю, смарт стоит 70 тысяч рублей. Тут нет быстрой, да хотя бы, блин, обычной беспроводной зарядки. В итоге, что мы получаем? Получаем охрененный смартфон в плане материалов, качества сборки, в плане фотовозможностей, это просто пушка. В плане железа, огонь вообще, ребят, ну просто смартфона хватит на несколько лет вперед, 100%. Производитель обещает поддержку этого смартфона долгие годы вперед, поэтому смело можно его брать. Сейчас распродажа на Алиэкспресс, я ссылки оставлю в описании. Но мы, плюс ко всему, получаем и некоторые минусы, которые могут отвести нас к покупке конкурентов за те же деньги. О каких минусах я говорю, давайте подытожим. AMOLED-экран не в самой последней версии, у него присутствует шим. Для чувствительных глаз это может быть весомым аргументом в пользу конкурентов. Также нет защиты от воды. Ну и, по-моему, всё. То есть, среди OnePlus, да, это флагман, но среди других смартфонов этот телефон нельзя назвать полноценным флагманом. Потому что в нём есть вот эти вот минусы, которых нет в конкурентах. Хотя я не пытаюсь как-то этот смартфон унизить. Ребят, это классный телефон, и мне приятно им пользоваться. Если минусы, о которых я сказал, для вас не критичны, то, пожалуйста, можно без проблем брать. На сегодня у меня всё. Спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал. Всего вам доброго и до скорых встреч.